28 лет ансамбль народной музыки Балаган в стенах Саратовской филармонии знакомил горожан с богатством русского песенного фольклора. За это время коллектив не раз становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и успел дойти своего зрителя. Однако не так давно стало известно, что артистов увольняют. Месяца полтора назад нам довели до сведения, что условия оплаты нашего труда немножко изменятся. Ну, естественно, в худшую сторону, потому что денег нет. И вот вчера мне уже открытым текстом сказали, что да, мы вас будем увольнять, а у вас выпал, так скажем, жеребий. По мнению артистов коллектива, жеребий на Балаган выпал не случайно. На протяжении последних лет у ансамбля наблюдались разногласия с дирекцией филармонии. В частности, артистов не устраивали попытки руководства скорректировать их репертуар. Когда мне говорят, что нужно вот здесь вот спеть повеселее. А вот, ну, а зачем веселее? Вот смысл какой? Вот есть там какая-то песня «Темная ночь». Ее можно спеть повеселее? Ну, можно, наверное, если в присядку, и как спеть. Ну, это же абсурд. Наша задача нести просветительское, как бы, да, такое движение. Мы должны людей учить, мы должны это продвигать, и это, как правило, не коммерческий жанр. Нас пытаются перевести в коммерческий жанр, дабы зарабатывать деньги, которые идут на счет филармонии. Несмотря на то, что филармония начисляет зарплату артистам не столько из собственных средств, сколько из денег госбюджета, руководство рассчитывает получать доход от выступлений творческих коллективов. Мы не в идеальных ситуациях живем. Да, нам нужно зарабатывать средства. Никто не говорит, чтобы, так сказать, коллектив окупал себя. Нет. Но на сегодняшний день один к трём. Содержание коллектива и доходная составляющая, если мы говорим о балакане. По словам директора филармонии Елены Ченченко, в этом году размер субсидий, выделенных на культурные учреждения, уменьшился примерно на 9 миллионов. В связи с этим было принято решение об оптимизации, предполагающей сокращение некоторых сотрудников. Эти сложности, в том числе оптимизация штатной численности, испытывают почти все малые коллективы филармонии. Просто с Александром Васильевичем Куренко, он немножко раньше вынес это на обсуждение общественности. Мы с министром культуры пришли к определенному компромиссу, что мы сохраняем коллектив. Мы просто пытаемся сейчас внутри коллектива найти какой-то резерв. Одну, две, максимум три единицы, которые мы хотели бы, чтобы они были каким-то образом выведены из коллектива. Сейчас артистам коллектива ничего не остается, кроме как согласиться на такие условия. Но, по их мнению, сэкономить можно было бы на руководящем составе. Так, например, в августе прошлого года в филармонии открылась должность замдиректора, которую заняла Светлана Краснощёкова, бывший министр культуры, покинувшая пост незадолго до открытия этой вакансии. При моем хорошем уважении личным Светлане Владимировне Краснощёковой появление третьей должности, третьего замдиректора филармонии, нашли средства. Бюджет, те деньги, которые она получает в месяц, как мы слышали, составляет бюджет нашего коллектива. В настоящий момент общими усилиями артистов и общественности Благану удалось сохранить большую часть своего состава. Однако срок действия этой договоренности истекает к концу этого года, когда снова будет перерасчет размера финансирования филармонии. А это значит, что в 2018-м ансамбль народной музыки может прекратить свое существование, ведь сцена Саратовской филармонии во всем регионе является единственной площадкой для профессиональных музыкантов. Юлия Нестеренко, Анатолий Милоседов, Александр Ветров, Виктор Рыков, Открытый канал. Подписывайтесь на Открытый канал. Еще больше новостей на fnvolga.ru. Мы не боимся говорить правду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова